Продолжаем наш разговор и в данном случае мы воздействуем на остистые отростки позвоночника, позвонков. Дело в том, что тело позвонка мы никогда не сможем прощупать. Но остистые отростки это примерно такой величины косточки, которые мы и нащупываем здесь. Мы не позвоночник нащупываем, а именно эти отростки. И они могут быть ротированы с телом позвонка относительно друг друга в разные стороны. То есть получается, что они могут торчать из позвоночника и они могут в разные стороны идти. И мы их подстукиваем и стараемся их выпрямить, чтобы они были на одной линии. Это очень важно, чтобы они были строго на одной линии вертикальной оси человека. Соответственно, мы для этого, во-первых, подстукиваем их. Во-вторых, если у вас не удается опереться вот этой подушке пальца или мешает ноготь, то можно опереться вот этой косточкой. То же самое. Опираетесь. Удобно. Удобно для себя. Можно перпендикулярно, можно вот так вот сбоку. Давите уже на нее ладонями. И вот так вот проходитесь. Проходитесь и получается вибрация, как вы видите, вектор направлен горизонтально на столу. Дополнительно мы это упражнение делаем еще для диагностики. Когда мы проходимся вот по вот этим мышцам, между позвоночником, мы видим, где есть спазм. Тут, например, мышцы наплывают на позвоночник, но спазма нет. Вот. Есть небольшой спазм, там такая как бы будет шишечка. Вы почувствуете, что к этим естественным отросткам тянется как будто бы вот такая вот спазмированная мышца. Это мы себе берем на заметку, в дальнейшем мы будем с ней работать, с этой мышцей. Вот тут вот тоже нащупали. Здесь есть небольшая. И вот здесь небольшая. Вот раз, два, три, четыре. Четыре места вот таких вот я нашел, да. Вот. У некоторых людей это побольше, у некоторых поменьше. Ну, таким образом мы проделываем сразу диагностику. И на этом вот у нас такое растирающее движение, да, покачивающее и поглаживающее. Эта часть нашего урока закончена. В дальнейшем уроке мы перейдем уже к более глубокому разминанию этих мышц.